Очередная подляна депутатов Российской Государственной Думы парламентарий выборный предложил распространить практику геномной регистрации на всех россиян. И вот тут я вижу многие из вас зависли, да давайте переведу эти непонятные звуки на русский язык. Короче, ребятишки собираются обязательно с вами сдавать свой биоматериал ДНК, РНК и так далее, чтобы вот эти вот наши данные где-то затем хранились в какой-то общей базе, понимаете о чем речь? Именно, это уже не просто личные данные вроде ФИО, номера паспорта, карточки, соцстрахования и так далее, это полные данные на человека, данные на конкретную личность, на тебя, на меня, на него, на нее. Пока благодетели экспериментируют только с мигрантами, объясняют, мол, ну мы же пускаем в страну чужих людей, а вдруг эти люди пойдут по кривой дорожке преступности, например, дактилоскопия свою отжила, те же отпечатки пальцев можно за собой и подтереть, а вот выпавший волос, слюна, капли пота, другое дело, моментально злодея отыщем. Короче, понравилась выборного эта идея, и он предложил, так и наших тоже, давайте регистрировать таким образом, прощай, преступность. Не удивлюсь, что кто-то сейчас скажет, ну это же классно, ага, классно. Если медаль на другую сторону не переворачивать, сейчас остановимся на оном подробнее. Погнали! Ну и чтобы не тянуть кота за хвост, а что же там на другой стороне медали, а на другой стороне медали суровая российская действительность? Для начала задам простой вопрос, кто из вас может быть уверен, что вот эта вот биология используется по назначению, то есть исключительно для борьбы с преступностью, или там только в медицинских целях, когда, например, в больницу привезли пострадавшего без сознания, и нужно срочно установить, как его правильно лечить. Это все, конечно, красиво, но еще раз, друзья, мы с вами живем в России, где все покупается и все продается за 3,50, причем практически ежедневно. В новоленте новостей приходится читать, что где-то там случилась очередная утечка персональных данных, база десятков и даже сотен тысяч граждан попала в интернет, что не слышали о таком ни разу. В интернет попала очередная база персональных банковских данных, на этот раз в сети утекла информация о клиентах Альфа-банка. В интернете оказались сразу несколько баз данных от российских банков, затронуло это примерно 900 тысяч человек. Утечка века. В интернете в свободном доступе появились личные данные более полумиллиарда пользователей сети Facebook. А теперь представьте, что уплывет не просто база данных с телефонами, с пропиской, с номерами кредитных договоров и паролями отстраниц в соцсетях, уплывет база данных, содержащих биологическую информацию о гражданах. Вот сейчас пугать начну. Прикиньте, если данная информация попадет в руки, например, к террористам. Вы можете себе представить масштаб катастрофы. Ребятам не придется брать заложников, проводить устрашающих акций, имея на руках такие данные. Бандит посмотрел. Оооо! Так у 30% жителей условного Челябинска аллергия на какое-нибудь что-то там. Все, что нужно сделать под покровом ночи, запустить в небо дроны. Это что-то там распыляется над городом. С утра десятки тысяч просто не проснулись. Как тебе такая перспективка? Но это еще не все. Имея доступ к таким данным, любую эпидемию за пару недель можно смоделировать. Атомная бомба по сравнению с оным детский лепет. С ума сошли. В России, которая насквозь прогнила от коррупции, подобных вещей категорически нельзя допускать. В данном случае речь идет о национальной безопасности. Это не просто слова. Я не понимаю, почему ФСБ молчит? Это реальная журналистика. Чем дальше, тем страшнее. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Порадовал очередной бред от маразматика, простите, от академика, конечно же, Гинсбурга, который на медни презентовал общественности, внимание, тест на прививку от ковид. На его прививку спутникам ВИ данный тест призван показать, на самом деле человек привился или нет. И у меня сразу вопрос возник. А зачем такой тест нужен? Разжую детально. Дело в том, что принуждать граждан вакцинироваться никто не вправе. Несмотря на то, что в некоторых недосми и по инету упорно гуляют слухи о том, что процедура вакцинации в скорости станет обязательной. Мол, депутаты собрались принимать закон. Это чушь. Никогда такого закона не примут по одной простой причине, что есть решение Нюрнбергского трибунала. Нюрнбергский кодекс, так оно называется, согласно кодексу. Медицинские опыты над людьми без их согласия запрещены. И являются преступлением, не имеющим срока давности. То есть первая же страна, которая нарушит данный кодекс, будет признана нарушителем международных законов о режиме страны преступным. Именно поэтому каждый из 50 миллионов привитых в России, прежде чем ему сделали укол, подписывал бумагу, согласно которой человек дал добровольное согласие на медвмешательство. С юридической точки зрения каждый вакцинированный прошел эту процедуру по личной инициативе. Он сам того захотел, вот я и спрашиваю, зачем тогда тест? Чтобы проверить, привился или не привился на самом деле? Добровольная история, чего там проверять? Или мы снова говорим не про здоровье, а про чье-то желание запугать людей? Выявить тех, кто купил QR-коды, стало проще в центре имени Гамалеи. Известиям рассказали, как работает тест на наличие прививки. Кровь проверяют специальным маркером, который показывает наличие определенных антител. Я, собственно, об этом. Еще раз, согласно букве закона, все 50 миллионов привитых в России сделали это добровольно. О каких тестах может идти речь? О каких подделанных сертификатах и QR-кодах мы вообще говорим? Как по мне, власть в очередной раз расписывается во вранье. В неспособности элементарную вакцинацию провести, кстати, по поводу антиковидных мер. Тоже масса вопросов возникает. Вот смотрите. Мы уже почти неделю живем в условиях локдауна или по Путину в режиме нерабочих дней. Вот только результаты, я чего-то не наблюдаю. Количество заболевших продолжает расти. Число смертей увеличивается. Вопрос нафига Козе Баян? Зачем был нужен этот локдаун, если оно вообще никак не помогло? Теперь о ситуации с коронавирусом. В некоторых регионах она остается очень сложной. В Свердловской области ученики с 5 по 11 классы после каникул начнут заниматься в дистанционном режиме. На Ставрополье учиться онлайн с понедельника будут все школьники, а также студенты вузов и колледжей. В поликлиниках на помощь врачам, у которых оврал, пришли медики из санаториев. Вот это, кстати, вчерашний выпуск вечерних новостей Первого канала. Ситуация продолжает оставаться сложной и бла-бла-бла. Объясните мне тупому, за каким нужны эти ваши QR-коды? За каким вы отправили людей под домашний арест? Ну не работает оно, очевидно, лучше не стало. Зачем? Тупо решили малый и средний бизнес угробить? Читаю в среду. В ряде регионов ограничения продлятся до февраля 2022 года. Блин, ребят. Да запретите тогда уже заниматься предпринимательской деятельностью в РФ на законодательном уровне. И вся недолга. Вы же просто их убиваете, этих коммерсантов. Вот смотрите, в кафе сейчас сижу, в котором записываю программу. Это реально живое кафе. Несмотря на то, что Путин объявил не рабочие дни, а губернатор своим указом. Вел систему кодов, чем уронил посещаемость более чем в два раза. За аренду помещения ребята продолжают платить порядка 50 тысяч рублей в месяц. Еще тридцатку с них снимают коммунальщики за тепло, свет и так далее. Плюс охранное предприятие. Оператор связи. Банк не забывает начислять проценты по кредиту. Налоговая тут как тут, как только копеечка упала на счет. Минимум 100 тысяч ежемесячно. Владелец данного заведения должен платить в обязательном порядке. Вне зависимости, повторюсь, от того функционирует его кафе или Путина с губернатором послушал. Кроме того, здесь находятся официанты на кухне повар. Как думаете, люди из альтруизма шуршат? В общем, это все затраты. И никакая пандемия тех затрат не отменяет вопрос на сообразительность. Как думаете, сколько бизнес может оставаться на плаву, держа свои двери закрытыми? Ну, неделю пробарахтаются. Месяц пробарахтаются даже два. Ну, полгода. Это уже перебор. Да что ты, черт побери, такое несешь? Кстати, с собственником этой Раневской мы дружим с 7-летнего возраста. Это один из лучших шеф-поваров в стране. Не потому что, мой друг, это правда. В 2018-м человек с нуля начал создавать бизнес вот с этого заведения. Уже через год таких кафе по Екатеринбургу у него было 4. Собирался в Москву заходить, а потом случилась самоизоляция на 8 месяцев. 2 из 4 точек пришлось закрыть. От столичных планов отказаться. И вот когда я вот читаю вот это, что практика показала эффективность поддержки, очень хочется понять, а те 400, по-моему, сейчас 75 тысяч наших граждан, которые объявили персональное банкротство, они тоже вот, это тоже эффективность поддержки? Мне самому даже все это жалко. Я просто видел, как они начинали. Продали квартиру, заняли денег и пошли создавать сеть за год. Повторюсь, придумали концепцию, завоевали любовь публики. Открыли несколько залов один за другим, рабочими местами людей обеспечили, налоги платят. Готовы расти? Нет, говорят им власти. Мы хотим вас убить, у нас тут вирус. Вирус, понимаешь ли, опасный, причем опасен этот вирус почему-то только в кафе и в бутиках, расположенных в торговых центрах, вот в общественном транспорте в каком-нибудь метро, он не опасен. На митингах в поддержку Путина вирус тоже не опасен, ух ты. Угорал тут намедни над новым распоряжением Собянина из последних. В связи с непростой ПИД-обстановкой запрещены массовые мероприятия и дальше забавная приписка. И если они не согласованы, да ладно, серьезно, то есть на согласованных мероприятиях опасность вируса снижается, перестает быть актуальной. Блин, достали. Мы все вымрем от тотальной лжи, потому что куда мы не кинемся, везде ложь. Не пандемия, а инфодемия. Вот я, господа, устал от этой инфодемии, надоело вранье. Хотите, считайте меня антипрививочником, ну на днях же Росздрав призвал стучать в прокуратуру. Вот только я не думаю, что если они убьют бизнес моего друга, а меня оштрафуют или вообще засудят, это хоть как-то поможет победить заразу и вы все тут же начнете выздоравливать. Знаете, есть такая хорошая бородатая шутка, если исправный автомобиль почему-то не едет, может просто стоит поменять прокладку между рулем и сидением. Все, переваривайте, это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео, нас смогут услышать. Те, кто не слышит сейчас, сами видите, что творит подажный YouTube. В соцсетях кто же ждух, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться, пока. Пока!